Добрый вечер, Гомель! Как обычно, по вторникам на Беларусь 4 полезные советы. 1 октября во всем мире отмечают День пожилых людей. И накануне этого праздника мы решили поговорить о секретах долголетия. Своими советами наши эксперты поделятся здесь, в студии. Почему мы боимся старости и как жить на пенсии, знает психолог Галла Науменко. Добрый вечер! Добрый вечер! Как продлить молодость и сохранить и укрепить здоровье на долгие годы, расскажет врач-валиолог Анастасия Демьянцева. Добрый вечер, Анастасия! Добрый вечер! По данным Министерства труда и соцзащиты, численность граждан Беларуси в возрасте старше 65 лет – более 15%. Эксперты Организации Объединенных Наций говорят о том, что если более 7% людей в стране старше 65 лет, население считается старым. Ожидается, что в 2030 году в Беларуси доля пожилых людей может увеличиться и составить 21%. Понятно, что избежать старости нельзя. Разница лишь в том, что один человек в 50 лет чувствует себя старым, а другой и в 80 ощущает молодость, летает как на крыльях. Скажите, пожалуйста, от чего зависит наше отношение к возрасту? Очень от многих факторов зависит наше отношение к возрасту. Во-первых, зависит от нашего образа жизни, от того образа жизни, который мы ведем. Если, в принципе, он у меня активный, если у меня это как привычка, движение, какая-то физкультура, какие-то проекты, какие-то идеи, то я вообще, в принципе, удивляюсь тем цифрам, которые меняются на календаре и не воспринимаю их как приближение чего-то очень страшного. Я заполняю свою жизнь вот таким активным содержанием, и для меня тогда старость, она не несет вот такой вот трагической нагрузки. Если я со своей жизнью борюсь, если я ее проживаю как вынужденную необходимость, то тогда меня, как ни странно, старость пугает. Она даже не освобождение, она пугает, потому что тогда с каждым годом забот и проблем становится все больше. И я понимаю, что я все меньше и меньше с ними справляюсь. И старость тогда у меня воспринимается, почему, да, вы спросили, почему бояться старости? Ведь в первую очередь старость мы воспринимаем даже не как преддверие смерти, тут все понятно, а старость у нас воспринимается как немощность. Да? Вы согласны? Согласна. И если я немощна, если я не могу справиться со своей жизнью, с проблемами, я не могу самообслуживаться, то для меня это... Да, человек переживает за то, что он один не справится. Это крах, да, совершенно верно. Потом мы каждый проживаем свою жизнь по-разному, и мы можем проживать ее так, что к какому-то определенному возрасту мы действительно остаемся без поддержки, без помощи. И еще больше страх возникает. Благодарю, Настя. Вы добавите, от чего зависит наше отношение к возрасту. Хотела тоже добавить, что все-таки все мы понимаем, что бессмертия нет, но все-таки каждый из нас хочет продлить вот эту вот длительность, молодость и здоровье. Активного периода, правильно? Да. В процессе жизни мы все подвергаемся каким-то метаморфозам, в результате которых кто-то из нас становится больным человеком и слаборазвитым, а кто-то, наоборот, укрепляет себя, увеличивает здоровье и становится высокоинтеллектуальным. И довольно очень интересное исследование, что не только люди одного возраста, но и даже близнецы, ведя разный образ жизни, в итоге могут выглядеть и обладать каким-то определенным уровнем здоровья совершенно по-разному. Поэтому очень много факторов влияет на нас. Благодарю. Скажите, пожалуйста, а вот официально после какого возраста человек считается пожилым? Да. Согласно известным данным, Всемирная организация здравоохранения у нас пожилой возраст считается от 60 лет. От 75 лет уже престарелый возраст и от 90 лет уже считается долгожителем. Анастасия, это какие-то новые данные? Вот мне кажется, что буквально лет 10, может быть, чуть больше тому назад были другие пограничные возраста. Это сегодняшние данные. Я хочу сказать, что очень-очень много лет назад считался человек, пожилым человек, считался уже от 45 лет. И вот эта трансформация, это улучшение качества жизни, улучшение медицинского обслуживания, именно привело к тому, что наш возраст, который считается пожилым, увеличивается. Благодарю вас. Сейчас белорусы живут в среднем 74 года. Судя по данным Белстата, эта цифра растет с каждым годом. Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет. Это предусмотрено проектом «Национальная стратегия Беларуси. Достойное долголетие 2030». Анастасия, понятно, что старение – это естественный процесс. Но что влияет на биологический возраст человека и как замедлить этот самый процесс старения? Да, действительно, есть у нас понятия, такие как биологический возраст и паспортный возраст. И они могут отличаться даже от 5 лет до 10-15 лет. Биологический возраст – это все-таки наша объективная оценка состояния нашего организма и различных систем. И в зависимости от того, как мы проживаем свою жизнь, она может разниться. И все-таки определяя те факторы, которые влияют на наш биологический возраст, мы опять же возвращаемся к той идеальной системе по ВОЗ оценке здоровья. Какие факторы на них влияют? Опять же, мы возвращаемся к ним. Это образ жизни, который на 50% влияет на наше самочувствие, 20% – это наследственность, 20% – окружающая среда и 10% – это медицинское обслуживание. Вот мне интересно, Гала что-нибудь добавит в этот список? Я обязательно добавлю. В общем, все правильно. Я с ВОЗ очень согласна, все хорошо. Но вот если мы будем просто говорить образ жизни, от нас убежит, от нашего внимания, очень важная деталь. Это психологическая составляющая. Кажется, что образ жизни – это вот то, что я, предположим, себе уделяю настолько внимание, что делаю утром зарядку, пью стакан воды натощак, еще что-то такое делаю. И уходит из внимания мое мировоззрение, мои взгляды, мое отношение к себе, мое отношение к жизни, мое отношение к людям. Все то, что потом сформирует мой образ жизни, мой здоровый сон, мою там какую-то здоровую физическую нагрузку и выведет меня на активное долголетие. Психологическая составляющая, не даром же говорят все болезни от нервов, психологическая составляющая, она для меня основной ведущий фактор того, как человек будет жить долго, счастливо, здорово. Благодарю. Ну вот сначала очень хотелось бы поговорить, собственно, о питании. Настя, скажите, пожалуйста, вот как надо питаться людям, которые старше 60 лет, и какие ошибки чаще всего эти самые люди делают? Наверное, сохраняют свои привычки на протяжении всей жизни, не так ли? Ну, конечно, я не скажу ничего нового о том, что все-таки с возрастом к питанию нужно относиться более тщательнее. И те законы рационального питания, которые нас преследуют всю жизнь, они здесь же будут также и работать. Конечно, с возрастом у нас основной обмен уменьшается. И первый закон рационального питания – это соотношение той потребляемой энергии к расходу энергии. И все-таки с возрастом, для человека, который 60+, он на 10-15 калорийность питания рациона нашего должен быть снижен. Второй закон, который стоит тоже обращать внимание именно пожилым людям – это на соотношение нутриентов. Опять же, это соотношение белков, жиров, углеводов. 1-1 к 4 – это оптимальное соотношение. Но все-таки стоит обратить на само питание. Белки лучше всего легкоусвояемые. То есть это лучше всего курица, это лучше всего рыба. Желательно полностью исключить из рациона легкоусвояемые углеводы, чтобы не повышать этот уровень быстрой глюкозы в крови. И обязательно, опять же, использовать в рационе овощи, фрукты, которые насытят микронутриентами и витаминами. Я поняла. Вы ничего не сказали о молочных продуктах? Молочные продукты, как и всю жизнь, нас должны сопровождать до глубокой старости. А вот разное мнение на этот счет есть. Говорят, что молоко вообще пить нельзя. Ну, некоторые источники, во всяком случае, утверждают, что из детского возраста вышло все. На молоко – запрет. Ну, интересные источники. Я хочу сказать, что все-таки молоко – это наше природное питание, которое нас сопровождает от грудного возраста до глубокой старости, и которое мы должны обязаны всем. И не только молоко, молочные продукты, кисломолочные продукты обязательно употреблять. Галла, вы хотели сказать, да. Да. Я хочу сказать, вот, воспользовавшись темой питания, что вот давайте посмотрим. Нужно пересмотреть свое питание. Кто это будет делать? Тот, кто о себе заботится. А для этого нужно пересмотреть всю свою предыдущую жизнь. Потому что если я мама, например, я же мама, значит, я еще работница, я еще жена. То есть я к чему привыкла к 60 годам? Привыкла заботиться о муже, о детях, о работе своей. И последний человек такой по остаточному признаку у меня – это я. Я всегда ела либо то, что я готовила для детей, и что-то там осталось, либо то, что для всех, и моя тоже порция. А, например, детям все еще нужно другое питание, правильное, там, с многими калориями и так далее. Я по привычке продолжаю так есть. И мне нужно перестроиться. Мне нужно заметить, что в моей жизни есть один человек, на которого нужно посмотреть внимательно, уделить внимание и понять, что нужно, например, сделать уже совершенно другое питание, соответственно, возрасту. Я это не сделаю. То есть просто уменьшение порции здесь погода не сделает, да? Я чувствовала, что все-таки с возрастом сам организм подсказывает, да, что тебе лучше подходит. Если в 30-40 лет мы сможем спокойно съесть жирное, жареное, то уже в 60 лет это покажет свою неусвояемость, проявит свои симптомы. Поэтому уже все-таки с возрастом сам человек понимает, что ему лучше устраивается. То есть еще и слушать свой организм. Я понимаю и вот это. А теперь я опять вернусь к тому, что для того, чтобы слушать себя и свой организм, нужно иметь привычку. К счастью, а может, в данном случае уже и к сожалению, не всем подсказывает организм за таким серьезным уже вот несварением каким-нибудь или язвой там, или какие-то проблемы вдруг, не дай Боже, там, с печенью и так далее. До очень долгого времени все же это происходит незаметно. А начинать нужно раньше. Так вот я и хотела спросить. И это вот как раз подходит. Часики тикают. 59, 59,5. Вот ровно в 60 понятно, что нет. Об этом же задумываться-то надо раньше. Да, совершенно верно. Почувствовали? Услышали первые звоночки? А может быть, даже и не услышали? Просто здоровый образ жизни. Он сам приведет вот к, наверное, урезанию порции, пересмотру собственного рациона, да, внедрению каких-то полезных привычек. Нет, неправильное слово «внедрению». Естественному подходу к приобретению новых привычек, верно? Да, главное – желание их приобрести. Так, благодарю. Каким образом у нас собираются поднимать продолжительность жизни? В соответствии с проектом «Национальная стратегия Беларуси. Достойное долголетие 2030» в этом помогут новые технологии для сохранения здоровья. Привлечение пожилых людей к занятиям физкультурой и спортом, открытие школ активного долголетия и здорового образа жизни. А что бы вы еще добавили в этот список? Я бы добавила в этот список две очень важные вещи. Первое – это поголовную терапию. Безусловно, по желанию я шучу. Чем отличается молодой человек от человека пожилого? Теми переживаниями, количественные и качественные, которые были в жизни пожилого человека и не было в жизни молодого. Вот это все накопленное – страхи, обиды, чувства вины, претензии, тревожность, которая уже становится настолько фоновой, что она не замечается какое-то время, а потом очень сильно замечается. Очень сложно от нее избавиться. Безусловно. Потом те вредные привычки, которые пронизывают просто полностью всю жизнь человека, в том числе, да, и в питании абсолютно везде. И установки, те установки, которыми человек живет больше века, больше полувека. И вот вернуть вот эту легкость, это нам кажется, мама, ну что, как ты не можешь понять, вот я тебе принес новый смартфон, как им пользоваться? Это же просто. Нет, это не просто. Мои все нейронные связи уже заняты, они сформированы. Мне для того, чтобы сформировать новую нейронную связь, нужно рассоздать предыдущее. Мне нужно столько из себя выкопать и убрать, сначала нужно освободить чашку от жидкости, чтобы налить в нее какую-то другую. И тогда я могу вернуть легкость. Поэтому, чтобы активное долголетие было, чтобы формировались новые здоровые привычки, чтобы человек переходил на вот эту заботу о себе адекватную возрасту, человека нужно перетрусить в терапевтическом смысле этого слова, для того, чтобы он разобрал все, что было, разобрал, где-то отпустил, где-то трансформировал, где-то понял, где-то еще что-то сделал, понял. И только после этого придет вот эта вот легкость, которую мы хотим. Это первое, что я бы сделала. И второе, это бесконечно буду это говорить, это у меня тема, и я как бы люблю ее. И мы снимали вот год назад передачу про файный взрослый, год назад мы делали совершенно замечательный фестиваль файный взрослый, люди файного возраста. И люди возраста, пенсионного и выше, это бесценный капитал, который не используется. Посмотрите, мы правильно делаем, мы думаем о том, как о них позаботиться, мы молодцы. Мы помогаем им себя хорошо чувствовать, заботимся о каком-то комфорте их. И забываем, что они кладезь, они кладезь опыта, кладезь знаний, кладезь инструментария, кладезь методически, мудрости, воспитательной. А это все настолько не используется. И очень многие люди не выходят на пенсию, как здорово, все, я никому теперь не нужен, сяду тихонечко у себя на диванчике или там у себя на дачке и не буду отсвечивать. Люди наоборот хотят быть нужными. И вот эта вот депрессия ухода на пенсию... Нет, ну, некоторое время они, наверное, вот... Сначала им нужно отдохнуть, насладиться. Хочется уединиться точно. Конечно, да. А потом... Да, вот они отдохнули, расслабились, пришли в себя, прошли терапию, а потом начинается чистое творчество. Творчество в отдавании вот тех ценностей, которые у них есть и которые не востребованы. И все-таки я хочу сказать, что большая часть депрессии людей, выходящих на пенсию, связана с ощущением, что я больше никому не нужен. Я поняла. Мне очень хочется Насте еще задать вопрос, что делается в нашем регионе для того, чтобы продолжительность жизни, активная фаза людей была как можно дольше. Да, вы уже сказали о национальной стратегии 2030. Это цель устойчивого развития, который у нас в республике, так и в нашем регионе, в Гомельском, осуществляется. У нас амбициозный, действительно, план увеличить эту продолжительность жизни. Много задач. Сейчас, допустим, формируется у нас государственная программа здоровья народа на следующую пятилетку, вот на 2021-2025 годы, куда войдут все направления, в том числе направленные на продолжительность жизни, улучшение качества жизни. И вот то, что я хотела поддержать, да, я хотела согласиться, что у нас действительно есть у нас многие профилактические проекты, есть школы активного долголетия, есть тренинги, семинары с пожилыми людьми, где они действительно ведут себя активно и видно, что они этим счастливы, они этим живут. Но вот то, что хотелось бы развить, это действительно поддержать волонтерские отряды из пожилых людей, которые смогут поделиться своим опытом, изданиями с нами, с молодежью, и рассказать, направить нас в нужное русло и подсказывать, что нужно для них. Считается, что пожилые люди ведут малоактивный образ жизни, но только не в Светлогорске. Здесь, в местном центре культуры, несколько раз в день собираются активные пенсионеры, которые следят за своим здоровьем, причем делают это с удовольствием. Все подробности узнаем из телефонного звонка у нас на связи. Руководитель клуба здоровья Ольга Дыдыкина. Ольга Васильевна, добрый вечер. Здравствуйте. Очень приятно слышать вас. Расскажите, пожалуйста, много ли в клубе участников и каков их возраст? Нашему объединению в этом году, в декабре месяце, исполняется 36 лет. В 2005 году было присвоено наименование «Народное любительское объединение». К нам приходят люди, которые закончили свою трудовую деятельность, но по духу и энергичности не желают вести пассивный образ жизни. На данный момент коллектив состоит из 80 человек. Самой старшей участнице в этом году исполнилось 91 год. Очень здорово. Ольга Васильевна, а вы не подсчитывали вот за 36 лет, как много членов клуба было за эти годы? Вот на данный момент у вас 90, да? 90? 80-80. 80-90 – это самому-самому опытному вашему члену столько лет. Так, не подсчитывали, сколько за 36 лет было участников клуба, нет? Почему? Почему подсчитывали? У нас было более 120 человек. Ох! Более 120 человек, да. К сожалению, много из них уже ушло. Вот. И мы, конечно, пополняем свои ряды, набираем, омолаживаем свой коллектив. Стараемся, чтобы побольше приходило к нам более молодых людей. Ольга, ну а интересно, все-таки это больше женщины или мужчины тоже есть? Нет, мужчины почему-то нас боятся. У нас чисто женский коллектив. Даже так? Да, чисто женский коллектив. Но мы справляемся со своей работой, заданной работой. Вы говорите... Самая молодая у нас участница, ей всего лишь 53 года. Люди у нас разного возраста. Но цель у нас у всех одна. Мы хотим доказать и показать, что и на пенсии жизнь у нас продолжается. Я поняла. Но чем конкретно занимается Клуб Здоровья? Хорошо, я сейчас вам расскажу, чем конкретно. Значит, основной нашей деятельностью объединения является пропаганда здорового образа жизни. Мы ежедневно проводим оздоровительную зарядку, посещаем бассейн, занимаемся скандинавской ходьбой, проводим спортивные конкурсы, эстафеты, спортландии и флэш-мобы. Конечно же, большое внимание мы уделяем патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Принимаем участие в мероприятиях, посвященных государственным праздникам и памятным датам. Участвуем в митингах, шествиях, акциях и патриотических флэш-мобах. Одно из направлений деятельности Клуба у нас волонтерское движение. Так. Налажено сотрудничество у нас с учреждениями и предприятиями, любительскими объединениями Светлогорского района. Ну, наш клуб создан не только для отдыха, но и для труда, для работы. У нас я всегда, кто к нам приходит, я всем сразу говорю, что клуб наш работающий. Я поняла. Ольга Васильевна, вот именно в этом вы и видите секрет активного долголетия, верно? Ну, да, да. И я думаю, что это все ж таки и не секрет. Потому что здоровый образ жизни, движение и любовь к своему делу, которая приносит тебе удовлетворение, это и продлевает нашу жизнь. И еще раз вот хочу сказать, что наш девиз «Старость не беда, была бы душа молода». Ольга Васильевна, единство вам в ваших целях. Ну, и, естественно, пускай уже и мужчины, наконец, мужчины Светлогорского района придут в клуб здоровья. Успехов вам и хорошего вечера. Благодарю вас. Продолжительность жизни меняется, но одна закономерность остается. Белорусские женщины живут почти на 10 лет дольше мужчин. Специалисты объясняют это тем, что женщины больше следят за своим здоровьем и имеют меньше вредных привычек. Чем можно, Анастасия, объяснить тот факт, что женщины традиционно преобладают в числе долгожителей? Ну, я хочу сказать, что это закономерность не только у нас в Беларуси. Это, в принципе, закономерность по всему миру, что на 5-10 лет женщины живут дольше. И раньше это связывалось все-таки с тяжелым трудом, с новыми труда мужчин, с затяжными войнами. То сейчас это больше связывается с тем, что мужчины все-таки больше подвержены стрессу, больше напряжены, меньше обращают внимания на собственное здоровье, реже обращаются к врачу. И именно на поздних стадиях заболевания они больше подвержены вредным привычкам, что, конечно, не улучшает качество жизни и уменьшает продолжительность. Благодарю, Гала. А среди причин есть ли психология? Конечно, да. Я хочу сказать, что за исключением тех причин, про которых сказала Анастасия, во-первых, о нас позаботилась природа, потому что у нас в нашей хромосоме есть целый дополнительный набор нужных нам ген для выживания. Во-вторых, у нас гормональные предпочтения, превосходство, потому что эстроген гораздо лучше женский защищает и выводит все то, что нам вредно. И оно вроде бы, с одной стороны, как-то так вот и биологически мы вроде лучше защищены, но мы и такой образ жизни ведем, вроде как, который предполагает наше постоянное народное исцеление, скажем так, от стресса. Во-первых, мы плачем. Нам разрешили плакать, а мальчикам не разрешили. А со слезами все-таки мы очень много, опять-таки, выводим ненужного для организма. Во-первых. Во-вторых, когда человек плачет, он снимает вот эти вот симптомы физиологические стресса. Мышцы расслабляются у него. Успокаивается человек. Хорошо поплакать? Как мы себя чувствуем, когда мы хорошо поплакали? Ну, не знаю. Глаза припухли, но страшные. Нет, это как мы выглядим. Как выглядим одно, а как мы себя чувствуем, это другое. Мы себя чувствуем в хорошем смысле слова опустошенно. Мы облегчились. Это первое. Второе. Мы же все время говорим. Мы болтушки, у нас подружки, у нас компании-дивишники. Мы постоянно проговариваем. Если нас что-то не устраивает, мы расскажем это всем своим знакомым 10 раз. И нам, опять-таки, легчает. Проблему это не решает. Это я к тому, что это не является. Ой, Гала, есть так много мужчин, которые любят поговорить. Мне кажется, даже больше их, чем женщин. Вы знаете, самое интересное, что мужчины, они говорят по-другому. Они говорят не о себе. Они говорят о событиях, они говорят о сюжете, о том, что начальник сволочь и так далее и тому подобное. Они же не говорят, я чувствую. Они говорят, мне грустно. То есть вот эта тяжесть у них осталась. Конечно. Все те переживания, которые потом приведут к какой-то психосоматике, они остаются. Мужчина должен быть суров, молчалив. Да, слава богу, они разговаривают. Все больше и больше мужчин разговаривает. Это и слава богу. Ну так все больше и больше живет лучше. То есть какая-то есть законодательность. Благодарю. Вот, кстати, почему сельские жители, несмотря на то, что они всю жизнь на воздухе, живут меньше, чем городские? Да, пожалуйста. Конечно. У них же условия труда, условия жизни гораздо меньше. Что все-таки город обеспечивает себя условиями, показаниями медицинской помощи и окружающей средой. То, конечно, сельские жители, он в этом ограничен. Хорошо. С какими недугами сталкивается человек к пенсии? Ну это целый букет наверняка. Это гипертензия артериальная. Я хочу сказать, что изнашиваются все системы в какой-то степени к этому возрасту. И нельзя предугадать, что какой орган даст первым о себе знать. То есть нужно быть готовым и заранее предупреждать. Если ранее пожилые люди очень часто жаловались или страдали с заболеваниями глаз, суставов, слуха, то сейчас, конечно, на первых местах это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания пищеварения. Симптомы, так как симптомы, либо как болезнь бессонница, болезнь Альцгеймера. Все эти тоже заболевания, которые сопровождают именно пожилой возраст. Артриты, артрозы. Это все, к чему нам нужно готовиться. Ой, знаете, как-то вот не по себе становится, Гала. Может быть, вы нам вот снимете этот стресс и скажете... Сниму, сниму, сниму. Да, это первый момент. И расскажете, с какими проблемами обращаются к психологу люди старше 50, 60, 70 лет. И вообще обращаются ли? Пожалуйста. Внесу немножечко нотку позитива, потому что абсолютно правильно все описала Анастасия, абсолютно. И было бы все... Ну, у нее-то давное есть, она, да, знает. Да, да, все было бы грустно и печально, если бы мы не поняли, что это не данности возраста, а данности того образа жизни внутреннего и внешнего, который мы ведем. Того образа, который мы накопили, психологического и привычек. Конечно, да, потому что большинство профессий, большинство болезней, про которые я сейчас сказала Анастасия, есть уже однозначно доказанная психосоматическая причина. Это каждая определенная вот такая болезнь, она не ниоткуда, вот возраст, да, возник, все, сейчас по возрасту положено так болеть. А это медленно человек, но верно шел к тому, чтобы сдало сердце. Медленно и верно шел к закупорке сосудов, к хрупости капиллярчиков, к повышению давления. Причем сознательно, скорее всего. К сожалению, нет. Не сознательно? К сожалению, нет. Ну, мне кажется, все знают о вреде, там, жирной пищи и так далее, что это сказывается. Да, да. К примеру, да, к примеру, да, маленький факт. К примеру, да. Но это если бы на наше тело влияли только факторы, такие как еда, такие как погода, тогда да. Тогда я понимаю, например, что жареного есть нельзя, и если я уже его ем, я осознанно себя подвигаю к каким-то потом заболеваниям. То есть вы хотите сказать, что есть много моментов, которые мы сами не осознаем, не чувствуем, не видим и не знаем? Конечно. Например, гневливость. Так. Что происходит на физиологическом уровне, если человек все время зол, все время осуждает, все время кричит, и он такой по натуре начальник? Что делает физиологический у него организм каждый раз, когда он наливается? Наливается? Наливается кровью. Что он делает? У него постоянно идет спазм сосудов. Совершенно верно. Если у меня каждый день сотню раз спазмируют сосуды, а как они будут у меня тогда эластичными, хорошо проводящими кровь к 60 годам? Они однозначно дадут сбой. Вот и высокое давление или сердечно-сосудистое заболевание. Вот. Наряду с правильным питанием, подвижным образом жизни, еще нужно ввести дневник, наверное, своего эмоционального состояния. Отлично сказано. Решающая роль, я бы сказала. Решающая. Отлично сказано. Вот что я сейчас очень сильно продвигаю, это тему психологической гигиены. Слава Богу, мы увеличили продолжительность жизни тем, что улучшили качество жизни, медицина, образование и так далее. Но психологическая гигиена, это еще что-то такое из области, этим занимаются только какие-нибудь там, я не знаю, там, замороченные очкарики. А что такое психологическая гигиена? Утром встал, сделай настройку, расслабься, скажи себе, день прекрасный. Не с того начни, что всех разгоню, все ужасно, кошмарно, депрессия, все отлично, я спокойный. Что я сразу же делаю со своим телом, с тем самым здоровым образом жизни, с тем самым здоровым образом? Я успокаиваю свое давление, я его нормализую. Вот, пожалуйста, я уже немножечко отсрочу или вообще, может быть, уберу у себя в старости болезни, связанные с сердцем, сосудами и давлением. Всего лишь. Вечером я ложусь спать, сделала медитацию. Идут капли дождя, они там падают мне на ручки, бархатистые становятся мои ручки. Я опять расслабилась, я опять привела в норму, как минимум, нервную систему, сердечно-сосудистую, а там подтянулись еще какие-то другие. Перестали спазмироваться внутренние органы, все, у меня уже все в порядке, вроде бы, и с той самой желудочно-кишечной темой. Помните об этом, уважаемые друзья. Это совет. И не бойтесь старости. Кстати, вот многие говорят, я боюсь старости. Как от этого избавиться или как не допустить вообще появления такой мысли? Ну, бояться есть страх. К страху нужно относиться так. Страх – это… Бояться все, да? Собеседник, да. Да. Это такой собеседник, который приходит тебе что-то про тебя сказать. Скажи, пожалуйста, дорогой друг, чего ты в 35 лет вдруг стал бояться, например, старости? Или чего ты в 60 лет сейчас боишься старости? На что тебя вдруг навела эта мысль? Например, в 35 лет я боюсь старости. Почему? Потому что я вроде должен еще бегать как лань, а вдруг я, например, там поднялся на третий этаж, у меня отдышка. Или заколола в боку. Заколола в боку. Задумайся, что с тобой сейчас происходит. Давай это изменять. 60 лет страшно старости. Почему? Чего тебя вдруг так и напугало? Я никому не нужен. Так ты же сидишь дома и ничего не делаешь. Закрылся и проклинаешь всех на свете. Таки да, никому не нужно. Кому нужно, чтобы его проклинали? Никому. Например, да, вот есть ситуации, когда мама, предположим, сидит дома, выросли дети, уже даже выросли внуки, к ней никто не хочет ходить, потому что не могут ходить. И если и ходят, потому что порядочные люди, хороших вырастила детей, они пришли, накормили, убрали и убежали быстрее. А поговорить, говорит мама. Мама, а как с тобой говорить, если ты только ходишь, рассказываешь о том, что все плохо, все вокруг сволочи, все хотят обмануть. Ну как, мне хочется, например. И мама сидит одна и боится старости. Давай подумаем, что мы можем сделать, чтобы ее не бояться. Но в этом случае, например, идти к психотерапевту. Понятно. Но есть же еще и доктора, которые специализируются на работе с возрастными людьми. Это и врачи-волеологи могут помочь, и врачи-геронтологи. Ведь так же? Да, действительно так. У нас в республике есть целая геронтологическая служба, центр, республиканский центр геронтологии. В Гомеле есть врач-геронтолог. Хотя это довольно молодая профессия, такая специальность. Но действительно в связи со старением нашего населения она очень необходима. Очень мало людей все-таки обращаются. Настя, ну с какими конкретными вопросами можно обратиться к доктору-геронтологу? Итак, к врачу-геронтологу стоит обратиться, если вас нужно контролировать по назначениям. Допустим, если вам врачи-специалисты назначили, у вас есть ряд хронических заболеваний, они тяжело текут, то и вас нужно контролировать, то врач-геронтолог поможет вам именно скооперироваться, сконцентрироваться на той последовательности, как все-таки следовать. То есть он координатор такой, да? Да. С другой стороны, если у вас, допустим, резко ухудшилось здоровье, не связано с какими-то конкретными причинами, резкая потеря веса, резкое снижение координации, снижение памяти, то у вас именно врач-геронтолог скоординирует или подскажет, куда обратиться, какие исследования, лабораторные исследования стоит провести. Ну а врач-вариолог, я думаю, что здесь, опять же, для всех секрет, он поможет рассказать о здоровом образе жизни, провести модификацию образа жизни, подскажет все-таки основные направления, как скооперироваться, как приспособиться к новым условиям жизни. К новым обстоятельствам. Да, к новым обстоятельствам, но, опять же, соблюдая те правила жизни, те законы рациональной и второго образа жизни. Благодарю. Как государство помогает у нас пожилым людям, расскажет начальник управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и соцзащите Гомельского областного исполнительного комитета Галина Мороз. Галина Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, на какую помощь от государства могут рассчитывать сегодня наши пенсионеры? Естественно, важнейшая составляющая системы социальной защиты – это пенсионное обеспечение. В области проживает около 380 тысяч пенсионеров. Это 27% населения нашей области, это немало. Регулярно производится повышение пенсии. Производится оно по двум основаниям. Это в связи с ростом заработной платы в республике повышаются размеры трудовых пенсий и в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума пересматриваются также размеры повышений и надбавок к пенсии. Вот в этом году уже пересматривалось трижды пенсии социальные и надбавки и повышения ко всем видам пенсии. Имеются и возрастные повышения. Например, неработающим пенсионерам, которые достигли 75 лет к пенсии, к основному размеру пенсии предусмотрено возрастное повышение 75% минимального размера пенсии по возрасту. В бенежном выражении эта сумма составляет 48 рублей. После 80 лет размеры этой доплаты 75 увеличивается до 100% и уже составляет соответственно 64 рубля. Но это на сегодняшний день. Кроме того, начиная с 80 лет уже к пенсии начисляется надбавка на уход, которая составляет 50% минимального размера пенсии по возрасту. Это 32 рубля сегодня. То есть к основному размеру пенсии еще и идут вот такие возрастные повышения, которые, в принципе, и увеличивают размер пенсии. Сегодня размер средний по области у нас составляет 460 рублей 22 копейки. Выплаты, конечно, большие идут на размеры пенсии. И в месяц у нас расходуется более 170 миллионов рублей. Это то, что касается основных дотаций для пенсионеров. Кроме того, пожилым людям и инвалидам, людям, которые, в общем-то, оказались в какой-то сложной жизненной ситуации, которую они не могут разрешить самостоятельно, может оказываться и финансовая поддержка. Через, например, государственную адресную социальную помощь, материальную помощь. Такие виды помощи, они оказываются на основании документов, которые подтверждают наличие той или иной трудной жизненной ситуации. И в зависимости уже от этого определяется и размер помощи. При назначении адресной помощи имеется еще такой нюанс. Учитываются доходы граждан, полученные за 12 месяцев перед обращением. И эти доходы не должны превышать определенного критерия. В нашей республике таким критерием является бюджет прожиточного минимума. Ну и кроме того, отдельным категориям пожилых людей и инвалидов предоставляются определенные льготы, которые предусмотрены сегодня в законодательстве. Галина Владимировна, ну это вот материальная сторона вопроса. А что касается моральной стороны? Может быть, какие-то центры? Вот расскажите, пожалуйста, о том, как работают в этой связи центры социального обслуживания с людьми старшего возраста. Да, хорошо. Значит, хочу сразу сказать немножко истории. Социальное обслуживание на Бомельщине начало развиваться с 1986 года. В порядке эксперимента на базе трех домов-интернатов были созданы отделения социальной помощи на дому. А к концу уже 90-х годов начинается уже повсеместно создание, как вы сказали, территориальных центров социального обслуживания населения. И сегодня уже такие учреждения осуществляют свою деятельность у нас в каждом районе области. Если говорить об услугах, которые сегодня оказываются населению, то самыми востребованными и популярными являются услуги на дому. Ежегодная численность таких людей у нас возрастает в среднем на 2,5%. И вот сегодня у нас на обслуживании стоит около 15 тысяч пожилых людей и инвалидов. Обслуживают их сегодня более 1700 социальных работников. Ну, если кратко об услугах, которые оказываются социальной помощью на дому, то основное это, конечно, социально-бытовые. Это доставка продуктов, лекарств, предъявления первой необходимости, приготовление каких-то блюд, уборка помещений и так далее. В сельской местности особенно, конечно, пользуются спросом услуги, как по доставке дров, растопка печей, доставка воды, уборка прилегающей территории, ну и так далее. Оказывается, в основном эти услуги на платной основе, бесплатно они оказываются только малообеспеченным, одиноким пожилым людям. Но цена вполне доступная, тариф у нас на социальные услуги составляет 60 копеек за час. Если же пожилой гражданин не в состоянии уже самостоятельно себя обслуживать, имеет какие-то ограничения в передвижении, ему может предоставляться услуга сиделки. Такая услуга у нас тоже очень востребована, около 400 человек у нас получают такую услугу. Она оказывается до 8 часов в день, это по желанию гражданина. И тариф на услугу составляет 1 час. Галина Владимировна, да. Все понятно. Галина Владимировна, я понимаю, что такой информации, может быть, это еще не вся информация. Вы скажите, пожалуйста, если люди хотели бы поинтересоваться еще чем-то, есть ли какие-то горячие линии, номера телефонов, вот по которым можно уточнить некоторые моменты? Пожалуйста. Безусловно, в каждом районе имеется на сайтах гор райисполкома, в администрации района города Гомеля, имеются странички наших секториальных центров, на которых размещена полная информация и о телефонах, в том числе и горячих мини. Есть телефоны доверия, по которым гражданин может обратиться и анонимно с каким-то вопросом. Есть графики, режим работы, в том числе и такая же информация обо всех учреждениях имеется и на сайте комитета. Поэтому, пожалуйста, здесь все доступно. Галина Владимировна, мы вас благодарим за исчерпывающую информацию. Хорошего вам вечера. Всем телезрителям напомню, что на связи была начальник управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облсполкома Галина Мороз. Анастасия Галла. Вот когда человек уходит на заслуженный отдых, часто начинаются проблемы с тем, с адаптацией к новому образу жизни. Вот после того, как человек был очень активен, он, наверное, на какой-то период мечтает остаться, да, без вот этого огромного количества контактов, отдохнуть, но максимум, наверное, месяц, и а что делать дальше? Как думаете, вот что нужно предпринять еще работой, еще до начала этого пенсионного периода, чтобы уход на пенсию не стал стрессом? Безусловно, для того, чтобы уход на пенсию не стал стрессом, до пенсии я уже продумываю то содержание, которым я буду наполнять свою жизнь после. Если там, вот очень, ведь у многих людей психологически как устроено, вот пенсионный возраст, это такая вот красная черта, даже не смерть, а пенсия. Все, вот, и дальше туда, за пенсию, человек не переносит ни свои мечты, ни свои желания, ни свои планы, ни свои цели. Отдохнуть, например, это очень было бы здорово, если вот отдохнуть, наконец-то, и все на этом. И вот для этих людей самое сложное – это выход на пенсию, потому что вот я выдохнула, а что дальше? А дальше у меня получается как бы пусто, то получается, что жизнь между пенсией и каким-то там возможным сроком, она как бы оказывается мне ненужная, потому что она у меня не наполнена ни целями, ни планами, ничего. То есть хобби до того, как уйдешь на пенсию. Совершенно верно. Дачу до того, как уйдешь на пенсию. Либо я, например, если дачи у меня нету, то я придумала себе, что когда я уйду на пенсию, я буду делать все для того, чтобы она у меня появилась. Это будет кусок цели моей по даче, на которой я буду возиться. Но я себе продумываю, я начинаю как бы наполнять вот это вот время всевозможными делами, целями, мечтами и так далее. И вот как только я их наполнила, пенсия пришла, я такая, ну, наконец-то. Так, можно даже визуализировать, да? Это было бы вообще отлично. Как это будет? Да, наш мозг любит визуализацию. Как приспособиться к своему новому социальному статусу и продолжать получать удовольствие от жизни после выхода на пенсию? Многие люди в зрелом возрасте находят в себе силы жить полной интересной жизнью. И вот конкретные примеры. Бывшая учитель белорусского языка и литературы Валентина Петровна Мартяна на пенсии увлеклась народными песнями и белорусскими обрядами. Ее секрет долголетия – оставаться оптимистом в любой ситуации и каждый день открывать для себя что-то новое. А бывший военнослужащий Владимир Егорович Еремич вышел на пенсию и ударился в творчество. Пишет стихи, поет, играет на бубне, балалайке, гармошке и баяне. Вдохновение черпает в рыбалке и грядках. Вот почему-то принято считать, что на пенсии жизнь заканчивается. Но, как видите, это далеко не так. Кстати, есть и другие примеры, которые разрушают эти стереотипы. У нас на связи пенсионерка Ирина Алексеевна Богомас из Гомеля. Ирина Алексеевна, добрый вечер! Добрый, добрый вечер! Скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на заслуженном отдыхе? Как вам вообще живется на пенсии? Ой, я вам хочу сказать, что, наверное, мне, может быть, кто-то позавидует, а кто-то действительно подумает, что так и должно быть. Мне замечательно живется в своем возрасте, в своем статусе. У меня есть два великолепных увлечения, и я отдаю все свободное время им. Скажите, пожалуйста, а какие успехи делаете? Я занимаюсь волей случая. Где-то лет шесть назад я оказалась в городском центре культуры. Там есть замечательный клуб «Прометей», который собирает друзей, людей по интересам. И с неизменным руководителем «Еловой» Лидией Степановной. И я для себя нашла замечательное занятие. Я хожу петь вокальный народный ансамбль «Жартовницы». Ох, как здорово! Вы знаете, многие жалуются, здоровье подводит. А как вы укрепляете здоровье, иммунитет? И вообще, что влияет на это ваше физическое состояние? Я вам скажу, что здоровье, да, наверное, иногда оно дает какие-то сбои, но нужно обязательно слушать и слышать свой организм. Он обычно подсказывает, что нужно делать. У меня есть два пункта, которые я непременно выполняю уже, наверное, лет 20. Я делаю для себя, у меня есть комплекс таких примечательных упражнений каждое утро на свежем воздухе. И я открою вам еще один секрет. Я очень люблю воду, и два ведра ледяной воды каждое утро меня приводят в замечательный тонус и хорошее расположение духа. Выливаю их чистыми мыслями, и мне это дает заряд на весь день. Мне повезло и с моей семьей, потому что моя семья не только разделяет мое увлечение, она является страстным поклонником того, что я делаю, и в одном, и в другом случае. Это мои фанаты наших песен народных, которые мы с удовольствием исполняем своим ансамблем «Жартовницы». Они всегда присутствуют на концертах, если можно, потому что мы очень часто принимаем участие в городских мероприятиях, едем в трудовые коллективы. Вот мне с моей семьей вообще очень здорово повезло. И мой 10-летний внук уже пытается мне где-то подтанцовывать, подпевать и бить в бубен. Еще прошу, у вас несколько советов для тех людей, которые вот-вот будут выходить на пенсию и не знают, чем заняться. Буквально тезисно, несколько советов, уважаемая Ирина Алексеевна. С удовольствием поделюсь. Вы знаете что, не бойтесь статуса пенсионер. Это дается еще определенный отрезок времени, где вы можете реализовать все свои желания. Загляните внутрь себя, вы обязательно там увидите то, что вам хотелось бы еще сделать в жизни. И в силу каких-то обстоятельств, своей занятости, карьерному росту, когда вы занимались только работой, воспитанием детей, вы обязательно найдете в себе то, что вам еще нужно обязательно воплотить в этой жизни. Благодарю вас, Ирина Алексеевна, вам также много новых задумок и реализации ваших новых проектов. Всего хорошего. Я хотела спросить, вот таких пенсионеров, вот таких активных, молодых, я бы сказала, людей, эти примеры частые или все-таки это исключение из правил? Давайте скажем так, их много. Это типично, да? Нет, это не типично. Это не типично, но это и не редкие исключения. Это нарастающее, набирающее движение людей, которые приносят в эти возраста свои удовольствия. И вот, как замечательно просто сказала наша барышня, начинают воплощать все эти мечты, которые были отложены. Добавите, Настя? Да, я хочу сказать, что их действительно немного, но они видны, они яркие, они всегда на переднем плане, поэтому они... И вот они примеры, пожалуйста, берите с них пример, да? Да, да. Очень приятно послушать и увидеть с них, познакомиться. Да, и вот обратите внимание, про что нам говорят сегодня практически все, кто звонит. Говорят нам про то, что творчество, позитив, то есть такое правильное мышление, правильное здоровое мышление. И вот спасибо большое последнему звонку. Слово, которое мы сейчас вот как-то вот до этого не упоминали, а очень важно сказать, и отношения. И отношения, потому что, опять-таки, очень многие люди к этому возрасту приходят уже с разрушенными отношениями, теми, которые были в молодые годы и до пенсионного. И они остаются тогда без поддержки, без ресурса. И есть задача тогда создать новые отношения. И посмотрите, когда есть поддержка родных, совсем по-другому летается, совсем другие крылья. И второе, это поиск единомышленников. Так вот, такие самые единомышленники есть в клубе «Прометей». О нем, вот Ирина Алексеевна, мы сегодня уже слышали. А сейчас, прямо сейчас, с нами на связи основатель клуба «Прометей» Лидия Степановна Еловая. Лидия Степановна, добрый вечер. Лидия Степановна, скажите, пожалуйста, людей какого возраста вы принимаете себе в клуб? Мы принимаем клуб от 55 до бесконечности. Так. Моложе 55, к сожалению, нет, да? Ну, если уже человек очень хочет, то предпенсионно, то 50 примем тоже. Хорошо. Лидия Степановна, а что вы можете предложить сегодня в «Прометее»? Ну, у нас «Прометее» сейчас около 100 человек, 6 кружков. Это вокальный ансамбль ретро, где поют собственные песни, песни советских лет и авторские песни. Танцевальная группа «Бабульки», которая занимается танцами народов мира и своими танцами народными. Белорусская песня ансамбль «Сябровки», казачий ансамбль «Старшая группа» и «Жарставницы». Вот такой у нас. Пародия антистресс. Так что на все вкусы. Я поняла. Лидия Степановна, скажите, ну, вот вы-то наблюдаете членов клуба правильно. Скажите, пожалуйста, как они меняются после того, как в их жизни, ну, у кого-то, возможно, и впервые появляются песни, танцы, пародии? Я наблюдаю членов клуба 25 лет, ровно с тех пор, как я его создала. Так. Поэтому наблюдений уже море. Люди приходят иногда робкие, вот мне один дома, дети выросли, у кого нет детей, я не знаю, куда себе деть. Скромные бывают, потихонечку стесняются, а потом становятся почти артистами. И они становятся веселыми. Другой раз говорят, выпей таблетку, давление же. Нет, не иди на сцену, нет, выпил таблетку вперед. Он уже здоров, хорошо чувствует, веселый, улыбается. Потому что вижу благотворное действие, вот, по всем годам наблюдения, что этот человек поддерживает и болезнь не забывается. Лидия Степановна, но я-то знаю, что кроме вот ежедневных занятий, да, может быть, скажем так, члена вашего клуба подстегивают еще и конкурсы. Ведь участие в конкурсе – это неотъемлемая часть жизни коллектива. Верно? Ну, конечно, конкурсов много и стараются участвовать. Это понятно, но вот как пандемия коронавируса и как с этим не выйдешь сейчас? А сейчас, в этом году, мы для пожилых людей сделали каждый конкурс, нам года не беда очно. А сейчас сделали онлайн. Первый международный конкурс – интернет-конкурс. В нем приняло очень много народу, около 35 коллективов. Вот Голландия принимала участие, казачий хор голландский, который приезжал к нам в гости. Из России очень много коллективов. Псковская область, Новгородская, Брянская. Очень много коллективов возрастных из Республики Беларусь. Благодарю, Лидия Степановна. Самое интересное, у нас в конкурсе согласился быть председателем Анатолий Иванович Ермоленко. Вот как! Он отсматривает все видео, сегодня присылает нам результат, и завтра мы будем с нашим жюри вместе его отсоединять, и кто победитель, будет известен. Прекрасно! Лидия Степановна, благодарю вас за полезную информацию. Я так понимаю, что именно в творчестве вы, в том числе, видите секрет долголетия. Благодарю, хорошего вечера! Пожалуйста, подводим итог. Уважаемая Анастасия, Гала. Итак, секреты долголетия в здоровом образе жизни, в умении обращать внимание на себя, быть активным, быть нужным, быть творчески активным человеком. Я опять за свое. Быть осознанным. Быть осознанным человеком. Настя? Я хочу сказать, что быть подготовленным. Все-таки отношение к пожилому возрасту у нас меняется. И сегодня относиться к нему, как сейчас называется, третий возраст, к новому этапу жизни, к которому нужно быть подготовленным, наверное, с 30 лет, даже, может, и ранее подготовленным. И уже вступать в этот новый этап жизни с новыми силами и с хорошим здоровьем. То есть на свой возраст дальнейший смотрите с активной позиции, да, и обязательно быть оптимистом, верно? Оптимистом и смотреть на свой нынешний возраст и на будущий возраст со здравым смыслом. Благодарю вас, дорогие друзья. Сегодня мы говорили о секретах активного долголетия. Человек не может, к сожалению, повернуть время вспять. Но каждый сам вправе решить, какой будет его старость. Активного долголетия желает вам программа «Добрый вечер, Гомель» и я, ведущая Илья Натроценко. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!